Привет, мои дорогие зрители, с вами Эла Австралия. Я приглашаю вас прогуляться вместе со мной по моему альбому со старыми фотографиями из интернета. Так что садитесь, ложитесь, и я вам покажу кусочек Австралии моими глазами. 18 января 2013 года. Случайно наткнулась на свою фотографию, и я помню, в этот день я приехала с магазина, а вон там как раз ещё старая машина, вон он, Мерседес стоит. Вот, на ней, на ней приехала. Внутри машины была такая жара, кондиционер не справлялся, как будто его вообще не было. Я едва до дома доехала, вся покрылась какими-то красными пятнами, ну и температура на улице была 42,5 градуса. Ну, я думаю, это тоже интересная фотография вам показать. Это тоже с моего альбома. Это я давным-давно сняла этого паука. Вы посмотрите, какого он размера. Огромный. А насколько необычная у него паутина. Это же чудо природы, по-другому не назовёшь. И вообще, что я именно боюсь? Я снимаю ночью, и в потьмах можно налететь вот на такого крокодила. Ещё вляпаться лицом. Это же... Это ж тогда не переживёшь. Там, даже если он не опасный, но для меня всё равно. Один его вид, можно в обморок упасть. Ужас. Немножко вас повеселить. У меня жена страдает от алкоголизма. Пьёт? Нет, я пью, она страдает. И ещё одна фотография с моего альбома здесь. Сами видите, как... Куда-то же она ударила. Это молния. А эту фотографию я сделала в пятнадцатом году. Это... Под нашим балконом я посадила денежные деревья. И теперь вы уже видели, какие они выросли огромные. И буквально вот полмесяца назад они все были усыпаны цветами. А посадила я их, потому что вот на эту площадку люди загоняли машины и уничтожили всю траву. А когда деревья посадила, всё, никто здесь свои машины не паркирует. А на этой фотографии я была у знакомых в гостях. И вот такая делегация пиков пришла к ним в гости. И не только ларикеты, а ещё и какаду. И вот ещё одна интересная фотография. Такую клубничку купила. И там внизу подписала, что... Такую клубнику уже можно будет покупать поштучно, а не на вес. Это много лет назад у меня на балконе рос фикус. И вот прилетели на него ларикеты и сидят, как у себя дома. А потом фикус очень сильно разросся, и я не помню, куда его дело. Возможно, кому-то подарила. И эту фотографию 10 лет назад сделали это мы с моей кумой Натальей. Ездили, так сказать, по грибы. А это наш улов. Насобирали полмашины. Вот они, грибочки. Так я ещё пошла и умудрилась заблудиться в лесу. Это вот как раз, когда я блудила. Знаете, это получается, заблудилась в трёх ёлках. А это поваленное дерево. Всё во мху очень красиво выглядит. Что-то нереальное. Грибная дорожка. А это мой улов. И потом я его мариновала. Всё, что не замариновалось, я заморозила. Эта фотография у меня тоже в альбоме, но это не моя фотография. Откуда-то я её много-много лет назад скопировала. Какие они хорошенькие. Сейчас смотрю эти все свои фотографии и всякие вкладки. Ну, комедия, ребят. Я аж сказала, что колобок в футбол. В футбол больше не играет. И смех, и грех. А это фотография. Мама с ребёночком на спине пришла к моим знакомым. Они же их на спинке носят своих деток. Ну, я говорю, мама, а может быть, папа. Вот они, красавцы. А здесь и какаду, и ларикет, и австралийский мэгпай. И вот там, вон там маленькая серенькая аптечка. Это индийский скворец. Все на одном балконе. Коллекция. А это попугайчик кормит свою детку. Видите, у него ещё... Это тут так выглядит, как будто большой птенец. А вообще не, конечно... Это он распушился так. Видите, у него очень коротенький хвостик ещё. Хвостик не вырос. И здесь тоже очень интересная фотография. Какаду сидит на сушилке для белья. Ну, какой. Прям как памятник. А здесь смешной какаду. Хохолок на бекрень называется. А это с Сашей. Девять лет назад мы купались. Гуляли на пляже. И вот такая интересная фотография получилась. Это удивительное небо. Я сняла у нас на улице. Оно просто упало на землю. А эта фотография тоже сделана ровно 10 лет назад. Моя Оля приезжала ко мне на 50-летие. И вот мы вышли у нас из подъезда. И с дерева спускается вот такой паук. Это как раз то, о чём я вам говорю. Только Ольга Пауков не боится. Так вы посмотрите. Это не паук, а целый краб. А годы летят. Наши годы, как птицы летят. Птица счастья завтрашнего дня. Вот так. Поэтому я не люблю смотреть свои старые фотографии. А тем более видео. Я начинаю очень сильно расстраиваться. Меня начинает мучить страшная ностальгия. Но это жизнь. Все ля ви. Дорогие мои. Если вам понравилось это видео. Не забудьте поставить лайк. А с вами была я. Элла Австралия. Я вам всем желаю огромного здоровья. И мирного, мирного неба над головой. Пока, мои дорогие. Пока.